всем привет сегодня рассказываем про новости за май 2021 года со мной как всегда эксперт по всем вопросам черногория ирина привет и мы едем в огонь и ресторане едем-едем куда только не приедем собственно да мы хотим во первых рассказать про новое место которое у херцог нови открылась между херцог нови и зеленикой называется вагон потому что это вагон в одном из моих роликов там где я делал длительную тренировку есть старые кадры этого вагона где я делал длительную тренировку он был в заброшенном состоянии сейчас здесь кафе его переместили в другое место из игола переехал в зеленьку куда переехал и вот сейчас мы в общем здесь пробуем местную кухню смотрим как она вообще насколько просто вкусен кофе я сейчас не появляю и пробовал но я кстати попробую как нормально у меня нормально нормально у вас это бургер я еще не попробовал что попробую обязательно ну итак начнем можно одно слово сказать давай железную дорогу погромче только до вагон не случайно находится именно здесь потому что здесь заканчивалась железная дорога которая шла из сараева через дубровник сюда это была тупиковая ветка и в херцог нове сохранилась здание вокзал и чуть дальше этого вагона сохранилась конечная станция и здание вокзала в зеленьке тоже сохранилась так что а ты сказала да что это же дорога сообщала с сараева и дальше идет по всей европе ну то есть сообщение здесь тут да здесь был тупик и островенгерские казармы которых сейчас супермаркет и нынешняя наша легендарная набережная которую все любят и она которая считается достопримечательностью набережной петданица была железной дорогой вот как в сочи вдоль моря шла линия железной дороги и когда кто-нибудь идет как вот сейчас например официант здесь так немножко небольшая вибрация идет как будто мы действительно присутствуем на железной дороге видимо это тоже одна из фишек настоящий этот true вагон да только от реставрированный ладно давайте начнем ваши новости сегодня будут разделены на 43 block а как и всегда естественно мы расскажем на 3 а какового блок у нас не будет разные 好啦 нет разная будет в прессе новости брать и длиной н watch中国 как и всегда мы поговорим про корону мы поговорим про ограничение связанной с коронами точнее про то какие ослабления произошли и какие ограничениями отменили и дальше естественно Естественно, поговорим про политику или про экономику. Я просто не знаю, что будет быстрее. Сначала экономика, потом политика или наоборот, неважно. И, конечно же, про разное. Как всегда, подчеркиваю, что нас надо смотреть на скорости больше, чем обычная. И, как всегда, подчеркиваю, что эти новости отобраны на свой собственный взгляд. Мы не рассказываем про все события, которые произошли в мае 2021 года в Черногории. Мы рассказываем только про те новости, которые, на наш взгляд, кажутся важными. А остальное, ну, как бы субъективно, вот этот экспертный взгляд, все остальное. Поехали. А может быть, мы что-то просто пропустили? Маловероятно. Просто оно могло нас не зацепить, наше внимание. Итак, у нас первые новости про коронавирус и про все ограничения. Говорим чуть громче, быстрее, четче и поехали. Отбивочка. Раз. Погнали. Корона. Что произошло с короной? Заболеваемость снизилась, как обычно это происходит к лету. Во-первых. Во-вторых, достаточно усилились темпы вакцинации, и она стала массовой. Много людей пришли вакцинироваться. И, как следствие, показатели заболеваемости стали падать. И ближе к сезону с потеплением отменили практически все ограничительные меры. То есть они остались такие, которые обычному человеку даже не чувствуются. У нас нет комендантского часа. У нас можно передвигаться между городами. Между общинами, да. Между городами, между общинами, да, в любое время. Кафе работают как внутри, так и снаружи. Последние меры отменили ограничения на сборище на улице. И проведение открытых тренировок на открытом воздухе. То есть теперь по 50 человек можно собираться. И маски надо носить только в закрытых помещениях. Но ресторанов это не касается. Поэтому, как вы видите, мы без масок. Поэтому, что касается ограничений, ну, они существуют, но их практически обычному человеку они не мешают жизни. Мало что напоминает о короне. Единственное, что людей немного меньше, чем уже в предсезоне. А так мы чувствуем себя совершенно свободно и прекрасно. Что касается условий въезда, то они остались прежними. Все страны-соседи, плюс Беларусь, Украина, Россия, въезжают без тестов. И эти требования остаются такими же, как и были. Плюс Черногория ввела такую меру, что для туристов, которым нужен тест по возвращению домой, его ПЦР-тест, его можно сделать бесплатно. Правда, все не так радужно, потому что туда надо записываться, в дом здравли, где его делают, и отстоять очередь. Но это стоит того, чтобы сэкономить 50 евро. Да, 49 евро он стоит. Поэтому при желании можно, но сразу говорим о том, что Россия эти тесты не принимает. Про другие страны мы не знаем, но для России этот дохлый номер, это если вам только нужен тест для пересадки, где требуют его... Транзит. Транзит, да, где требуют это авиакомпании, хотя страны этого тоже не требуют. Ну, то есть каких-то четких правил нигде нет, и поэтому тест лучше иметь. Если есть возможность его сделать бесплатно, лучше его сделать бесплатно. В общем, получается, что сняли ограничения, комендантское участие и все остальное. В принципе, что осталось из важных ограничений? И остались ли они вообще? Ну, они остались... Массовые мероприятия, болельщики, например, ты не можешь заполнить трибуну полностью, там должно быть только 10% и вот эту вот социальную дистанцию, которую ты должен держать. Ты нужно в закрытых помещениях надевать маски. Началась массовая вакцинация. В стране сначала началась вакцинация людей вакцины Астрозаника, потом приехала большая партия вакцины Синофарм, 200 тысяч доз, и началась настолько массовая вакцинация, что стали прививать не только граждан, не только тех, у кого есть ВНЖ, и какие-то основания легальные, но и просто иностранцев с паспортом, и наши друзья тоже смогли, даже у кого нет Боровка, вот этого ВНЖ, привиться. Потом эта ситуация немножечко изменилась. Ну, это неважно. Давай мы сейчас по конкретному статусу сейчас. По конкретному статусу сейчас полностью двумя дозами привито около 10% населения. То есть совсем немного. Это совсем немного, но с другой стороны, если вычесть еще детей, то в принципе и переболевших, то в принципе уже не так уж и страшно. Поэтому в процентном соотношении это не самые плохие темпы вакцинации. Ждут еще вакцины. Пришла небольшая партия, интересно, кому интересно, пришла небольшая партия вакцин Pfizer, но в свободное обращение она так и не попала. Это только для специальных групп населения, больных какими-то специальными заболеваниями, врачей и так далее. Меньший процент привит Астразенекой, больший процент, как, собственно говоря, и мы, привит вакциной Sinopharm Veracel. В конце месяца я получила вторую дозу. И выдают, что важно, выдают сертификат на двух языках о вакцинации, где указан препарат, его номер, производитель. QR-код, по которому можно пройти и увидеть это в электронном виде на официальном сайте. На официальном сайте, да. И там написано и по-английски, кому это может быть предназначаться, вы можете предъявить сертификат о вакцинации. Это все? Что касается конкретно короны, да. Теперь давай поговорим про экономические новости, которые произошли в мае 2021 года. Ну, давай начнем с главного. Самое главное, летом или в преддверии лета это сезон. Туризм. Это предстоящий сезон. И с этой точки зрения все опять не очень радужно. Не потому, что плохая погода или какое-то там море не очень хорошее или неготовность Черногории. Море, кстати, прогрелось, очень теплое стало и чистое. Да, море хорошее, все готовы. Но есть проблемы политического толка. Черногория из-за проблем, не связанных конкретно с ней, лишилась израильских туристов, потому что было обострение Палестино-израильской ситуации. И прилетевшие один или два рейса из Израиля перестали летать и привозить туристов. Как ни странно, в Израиле Черногория это тоже популярное направление. очень большие надежды были связаны и у черногорцев, и у жителей России с возобновлением, с началом полетной программы так называемой авиакомпании Белави, которая начала пакетные туры продавать в Черногорию. И для Беларуси это был прям целый такой вот большой блок. Очень пользовался популярностью. И люди тоже хотели из России прилететь, как вариант, через Минск, отдыхать в Черногорию. Из-за ситуации с авиакомпанией Ренеир, посадкой самолета и так далее, Черногория присоединилась к санкциям ЕС. И полетная программа, как в Тирану в соседнюю Албанию, так и сюда, была прекращена. И теперь туристы, которые приехали сюда уже из Беларуси, ждут вывозного рейса. И там все тоже не очень хорошо. Для россиян, понятное дело, это тоже ситуация. Эта ситуация закрылась. Еще одно направление закрылось. Да, это еще одно направление закрылось. Лоукостеры постепенно возвращаются в Черногорию. Компания Визейр сказала, что она открывает полетную программу, которая была свернута из-за коронавируса. Связывает Черногорию с семью городами Европы. Все замечательно. Из Люксембурга наконец-то прилетел. Прилетел самолет и начались регулярные рейсы из Люксембурга в Подгорицу. То есть с Европой сообщения есть, с Украиной сообщения прекрасные, и еще вводятся рейсы. То есть вот это единственная страна, которая с постсоветского пространства, которая поддерживает черногорский туризм. ожидаются рейсы из Казахстана. То есть летняя программа с Россией швах, с Белоруссией тоже все не очень хорошо. Что касается черногорского национального перевозчика, который называется Тумунтенегра, или у него еще есть название Эйрмунтенегра. И то, и то. Они и под тем, и под тем названием сделали сайт, объявили продажу билетов с начала полетной программы 10 июня, билеты уже в продаже. И в конце месяца стало известно, что помимо... Я сказала, куда? В Белград, да? В Белград. И Стивата из Подгорицы. 109 евро акционная цена туда-обратно за билет. И в конце месяца, буквально 31 мая, было сообщено о том, что компания Тумунтенегра хочет еще летать в Любляну, это столица Соловини, и в Баню-Луку, это столица Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, потому что есть большая заинтересованность у туристов из этих стран. Билеты тоже есть в продаже, они с конца июня будут все лето летать Черногорская национальная компания. Ну, важно здесь заметить, что не только AirServia теперь будет по этим направлениям работать, и это дает шансы на то, что билеты... Да, AirServia обвиняли в том, что она, пользуясь положением на рынке, из-за банкротства компании Mountainover Airlines, из-за того, что из России никто не летает. Просто цены на направлениях Тивот, Тивот, Белград и Подгорица, Белград, ну, каких-то просто нереальных размеров. Давай дальше, пойдем, понятно. Размеров, да. Следующая новость у нас про, также вот этот туризм, про отельеры. Да, плохая новость. Всем известный остров-отель Света Стефан, который управляется группой Оман, Резотс, это оператор, который управляет супер-люксовыми отелями. То есть, это там не 5, а 6 звезд. И как раз он уходит из Черногории, и этим летом отель работать не будет. Как и, собственно говоря... Ну, ты какой отель ты назвала? Святой Стефан. Святой Стефан. Остров-отель Святой Стефан, я сначала, в самом начале сказала. Он известен, ну, во-первых, на всех открытках его, когда говорят о Черногории, очень часто его видно, и это такой прямо символ. Плюс он известен тем, что туда любят приезжать звезды, кино, шоу-бизнеса, мировые звезды. Ну, да, там были всякие Билла Гейтс, Де Ниро, Брэд Питт, Новак Джокович и прочие. То есть этот список звезд действительно мирового масштаба. И это вот самый крутой отель. Бэкхам там был. Бэкхам с семьей, да. Это самый крутой отель в Черногории. И, конечно, это такие вот репутационные среди вот этого лакшери-туризма, который здесь сейчас активно развивается, особенно во времена ограничений, когда можно прилететь на джетти или прийти на свои яхты. То это потеря. Это действительно потеря. И управляющий как раз черногорским... Вот этим вот черногорским направлением, сказал о том, что вам скажут любые постояльцы отелей в Порто-Монтенегро, в Порто-Нови и Лушти-Цебей, что они пришли туда по рекомендации или просто через Оман. Ну, то есть... Поэтому сектор, конечно, остается, но это серьезно, потому что вот этот остров-отель содержать достаточно тяжело. И найдется ли оператор, который захочет поддерживать его в соответствующем состоянии, ну, это большой вопрос. И это действительно репутационно. Это репутационно даже для Черногории плохо. Что хорошо? Давай. Давай про хорошие новости. для лухари-туризма. Отель One&Only в курортном комплексе Порто-Нови, это недалеко вот от Зеленьки, в соседнем Кумбаре, с 1 мая официально начал работу. Это такая тоже уверенная пятерка. Это сеть мировых тоже отелей класса люкс. Начал работу, и эта часть Порто-Нови тоже открылась. Ну, то есть там не только отель открылся, а и прилегающая территория. Территория открылась для всех. А в отеле... Отель открылся для постояльцев, и там есть ресторан, в который можно попасть только при соблюдении дресс-кода. Просто так в шортах и в обычном платье туда не придешь. Потому что пафосный ресторан. Да-да-да, это действительно пафосный ресторан, там есть красивые пляжи. Компания Asmund обещала еще почти миллиардные инвестиции, там чуть-чуть меньше миллиарда, еще инвестиций в Порто-Нови дополнительно. То есть вот этот вот курорт, как, собственно говоря, и Луштица-Бэй, продолжает развиваться, и лакшери-туризм будет поддерживаться, и на него, что самое интересное, есть спрос. Ну да, постепенно этот кусок побережья начинает оживать, и там уже сейчас видно, какие яхты дорогие, достаточно крутые, припаркованы, пришвартованы. Да, вот они по большому счету начинают только сезон. Прошлый сезон, который должен случиться был, его просто не было, и вот сейчас у них есть шанс. Понятно, что через 2-3 года там будет совсем все по-другому, в лучшем случае, прям совсем будет, это точка притяжения в Черногории, но в среднем, таком каком-то, медиум варианте, то это будет довольно развитый туристический, курортный кусочек. Ну, мы скажем, что вот как раз Бока и Луштица, это большой, Луштица-Бэй, большой комплекс, у нас Порто-Нови, и Порто-Мутенегри нельзя скидывать со счетов, ну и плюс такой отель Спутник Лазуры, он больше такой... В общем, в этом смысле Бока-Которский получается, Бока-Которска, она здесь является такой жемчужиной и притягательной для... Для таких серьезных проектов. Для серьезных инвестиций. Да. На этот раз мы экономику заканчиваем, мы будем постепенно переходить в политику. Сотовая связь. Сотовая связь, тоже хочешь в экономику? Ну, конечно. Компания Черногорский Телеком, но это прям вот... Ольга. Да, у этого, во-первых, идет Ольга, а во-вторых, готовим шапки из фольги, потому что компания Черногорский Телеком, это один из операторов черногорских, начала устанавливать вышки 5G в Черногории и запускать их в режиме тестирования, чтобы когда этот стандарт будет внедрен полностью и будут частоты на основе акционов распределяться, уже быть готовым к тому, чтобы пользователям предоставить эту услугу. Сами понимаете, что вакцинация прожила, и вы все уже шутят, что вакцинация прожила успешно. Ну, хватит, эти шутки, они уже оскомину набили. Все, в общем, 4G, 4G, 5G вышки начинают ставить. 5G, 5G вышки начинают ставить, и для вот региона это такой прогрессивный шаг. Все, спасибо, двигаемся дальше. Внимательный зритель, конечно же, обратил внимание на то, что мы сменили свою локацию, но не потому, что кафе-вагон чем-то нам не угодил, вот прекрасный кафе, прекрасный кафе, мне, кстати, бургер там вполне себе понравился, но там есть вопросики к соусу, но в целом бургер хорошо. Кофе был хорош, маффин, хотя я его не люблю, но я просто вслепую заказала, тоже был нормальный. Главное, что кофе хороший. Ну, мы переместились в наше одно из любимых мест на побережье, и вообще все есть в Черногории, это комплекс лазуры, в зале за нами, мы находимся не в самом ресторане, который внутри, а кафе Wine O'Clock, да, называется? Да, это такой для яхтсменов, типа того, что ты причалил на лодочке и пошел выпил. Кафешка находится чуть-чуть рядышком, вот, давайте посмотрим, раз. А сзади лазуры покажем. А сзади вот это вот, там начинается, вот, вот, ну, меня и так видели. Итак, мы продолжаем. У нас есть еще одна новость из категории экономики, опосредственно экономики, опосредственно, как бы, внешнеполитических и все такого. Ну, в общем, мы в мае 2021 года были опубликованы данные о том, какое количество русских, россиян, россиян, российских граждан, российских граждан зарегистрированы в Черногории и сколько юридических лиц было открыто российскими гражданами и сколько? По данным Центра исследовательской журналистики Черногории это официальные данные, поэтому россиян на самом деле больше. Да, конечно. Россиян проживает 7 тысяч человек, что больше одного процента населения Черногории официально. Вот. с остальным Боровком, то есть с постоянным видом на жительство, ну, конечно, очень странная цифра, 2400, 2400, 2400 человек, остальные с привременным, так называемым, Боровком, который выдается на год, и плюс там непосчитанные люди, которые виза ранят или приезжают еще как-то там, как дачники и живут здесь, то есть на самом деле людей больше. Ну, понятно, больше, это мы говорим только про россиян, а просто русскоязычных, что здесь? А фирм с русским капиталом, ну, и фирм, которые просто для легализации каких-то реально действующих, 3000 штук. Да? Ладно, хорошо, эта информация на самом деле должна все-таки скоро мы можем политическую партию организовать. я бы даже хотел сказать о другом, что эта информация должна немножко указать на масштабы для тех, кто только переезжает в Черногорию или пытается как-то здесь рассматривать варианты ведения бизнеса, там, допустим, для русскоязычной аудитории и так далее. Вот, в любом случае надо опираться вот на эти показатели и понятно, что это не очень большое количество людей, если уж быть откровенными. ну и в принципе сама Черногория не очень большая и русскоязычных среди них тоже не очень много. Ладно, мы тогда продолжим. Уже не так уж и мало, я бы сказала. Смотри, с чем сравнивать. Но если учесть, не путай, русскоязычных или россиян? Руссоязычных здесь гораздо больше, потому что есть еще Беларусь, есть еще Украина, есть еще Казахстан и прочие бывшие республики Советского Союза. Да-да, я согласен, я об этом сказал уже. Теперь мы переходим к следующему вопросу, в следующей категории новостей это политические новости в мае 2021 года в Черногории. Давай. В этот раз эксперт по всем вопросам не очень хочет рассуждать про поводу политики, но две вещи, двух вещей хочется коснуться. Во-первых, когда мы ввели свой стрим из Тирана, мы рассказывали, что в Херцегнове проходили выборы, как раз пока у нас нет. и выборы прошли, было интересно, как они закончатся. Закончились они следующим образом, как и на прошлых выборах, только с еще большим перевесом победила партия демократов, которую представляет Алекс Абечич, он сейчас глава, спикер парламента Черногории. Так что действующая власть сохранилась, очень продвинулась партия, которая существует только, но не партия, а движение, которое существует только в Херцегнове, называется Новская листа, она тоже набрала много мандатов, и естественно же разгромная победа, раньше это была оппозиция, а сейчас это действующая власть, то есть все, что в оппозиции нынешней власти партии, поддерживающей действующего президента Милу Джукановича в ДПС и я же с ними, в общем, не получат места в парламенте. Херцегнове. Да, то есть они получат места в парламенте, но они не смогут принимать решение. Давай будем называть Скупштина-Херцегнове. Ну, Скупштина-Херцегнове. А то парламента точно так так звучит. Как мы были вот этим вот не ДПС-ным регионом. Так пока и продолжаем оставаться этим регионом. и продолжаем оставаться. Разгромные победы партии-демократы. Что лично меня порадовало, что демократический фронт не выбил у них победу. Об этом уже сейчас чуть-чуть позже скажу, поэтому с Херцкнови понятно. Самое, на мой взгляд, интересное внутреннее политическое событие, два события друг с другом связаны, в конце мая 2020 года, наконец-то собор СПЦ избрал митрополита, который умер, митрополит Амфилохий Черногорско-Приморский умер в октябре 2020 года, и с тех пор престол пустовал, и мы все думали, кто же будет, кто же будет, интриги не было, потому что и митрополитом Сербский собор избрал епископа Никшичка Будемлянского и Аникия. Это правая рука, возможно, вероятного преемника, который, собственно говоря, и стал. Премьер-министр Здравко Кривокопич поехал в Белград и сообщил собору СПЦ в волю Черногорского народа, что Черногорский народ хочет видеть на митрополитичном престоле именно и Аникия. Аналитики говорят о том, что именно и Аникия и Амфилохий, собственно говоря, и поставили туда Кривокопича, в общем, в политику и ввели, и он многим обязан именно ему, и поэтому здесь как бы все нормально, но проблема заключается в следующем. Как вы помните, лозунг 2020 года «Не до мост в своей тени» очень интересно, когда моют лодку. Невозможно. Огонь на воду и работающего товарища. Да, 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 люди на лодке моют, покажи хоть что-то. Ну я уже показывал. Да, люди на лодке моют лодку. И когда ты туда смотришь, я забываю о премьере. Все, возвращаемся к премьеру. Пожалуйста. Я вернулся. Да. Так вот, митрополит был выбран, все нормально, но проблема не в этом. С митрополитом как раз проблем не было. А проблема заключалась в том, что, как вы помните, лозунг «Не до мост в своей тени» – это что такое? Это защита святынь. Защита от кого? От государства. От православных сербских святынь. От православных сербских святынь – защита от государства, которое при прошлой власти покушалось на святыни сербской православной церкви в пользу государства и, возможно, передачей его неканонической Черногорской православной церкви. Так вот, чтобы этого избежать, с чего ждала церковь и верующие от нынешней власти? Да. Ждала следующего, что с сербской православной церковью и государством Черногории, извините, что я так медленно, но это важно. Вы можете поставить скорость чуть побыстрее. Будет подписан договор, основной договор, который будет определять имущество, права и так далее. И это будет вот такой вот документ, который будет иметь силу закона, чтобы никто больше не покушался на ее святыни. В принципе, предполагается, что со всеми конфессиями можно заключить такой договор, но на другие конфессии особо никто не покушался. Проблема как раз вот в нашем монастыре, в Савине, и в Остроге, и в Цетинском монастыре. Это просто самые богатые. Это самые богатые, это жемчужины, которые просто... Во-первых, у них огромное количество земли, давайте не забывать, а во-вторых, сами святыни. Сами святыни и их статус в православном мире, количество паломников и так далее. Ну, в общем, вот это. И все ждали, что этот договор будет подписан вот сейчас, что Здравко Кривокопич едет в Белград подписывать его. А оказывается, что он приезжает уже, а текст договора готов, с ним ознакомились и в церкви. И новоизбранный патриарх, мы напомним, что в Сербии после нашего амфилохии умер их, патриарх у них тоже там новоизбранный. Он тоже с ним ознакомился с этим договором, и все более-менее согласились, все хорошо. И тут Кривокопич приезжает туда, а мы помним, что его привела церковь, я уже сказала, к власти, и он посланник от Демократического фронта, шел на выборы, это важно. И он приезжает, опаздывает на встречу, говорит, я привез волю черногорского народа и Аникия хотим. И тут он патриарху перед этим советом заявляет, что вы знаете, вот я сейчас вам расскажу ряд причин, о которых мы не знаем, но он огласил их церкви, по которым мы откладываем подписание этого договора. Вот так вот. Церковь не скрывала своего разочарования, сербская православная, там в Сербии, как у нас говорят наверху там. Горы. Горы. Если по карте Сербия выше, то на сербском языке это горы. Так вот, они официально высказали, что премьер куда-то не туда свернул, что это вообще какая-то странная вещь, что те причины, которые он назвал, не кажутся им правильными. Весомыми. Не кажется весомыми. Не кажется весомыми. И вообще, что святыни защищали, защищали, а святыни-то остаются незащищенными. В любой момент власть меняется и все, святыням опять придет. В общем, они окажутся в опасности и в руках врагов православия. Соответственно, вот этот кризис. Демократический фронт уже давно точит зуб на своего же премьера. И уже лидеры демократического фронта сказали, что мы со здравкой кривой копичью на одном поле ничего не хотим иметь. Вообще близко общего. И это очередной политический кризис, потому что мы помним, что у власти находится коалиция. И вся эта коалиция готова теперь внутри друг друга съесть. ДПС отметаем в стороне. Напомним про то, что бюджет до сих пор не принят. Да, бюджет обсуждали там где-то, но он до сих пор не принят. Именно не принят, потому что, опять же, в этой коалиции нет единого мнения и единодушия. То есть они между собой довольно серьезно спорят о разных вещах. Они спорят по всем позициям. И, в общем, вот эта жизнеспособность этого правительства, премьера и вот этого краеугольного политического православного вопроса остается вот в таком вот состоянии подвешенном. Зато есть митрополития. Окей. Еще что по политике? Закончили политику? Все, я больше про политику говорить не буду. Все, без политики в этот раз. А сейчас мы переходим в нашу завершающую четвертую часть новостного выпуска. Разное за май 2021 года. В категории разное в основном будут события из Херцог-Нови, потому что ослабили меры, наступила хорошая погода и включился какой-то вот калейдоскоп разных мероприятий. Во-первых, была проведена наконец-то скалинада, которую с февраля не могли провести из-за меры, постоянно откладывали. Этот городской праздник, который проходит вместе с фестивалем мимозы, наконец-то состоялся в конце мая. И неплохо прошел. Видосик есть на моем канале, посмотрите, как я выступил. Нормально я выступил. Нормально я выступил. Я не очень, но я тоже бежала. В общем, в этом празднике участвовали горожане, ну и приехали люди из других стран и других городов. Это раз. Во-вторых, в Перости, Котори и Тивати прошло тоже, прошло большое, ну я просто про спортивный период, потому что мы в них так или иначе участвовали. Большая гонка, которых тоже не было, мне кажется, вот со времен введения карантина. Бока Бэйтрейл. То есть там были разные дистанции, очень красивый тоже есть ролик, и надеемся, что еще появится. Она, у нее есть амбиции стать на следующий год более масштабным мероприятием. Ну, в общем, потом активизировались опять-таки триатлонцы, и у нас прошла в конце мая еще велосипедная гонка. Проходили автогонки на Ловчине и на Поде. Прям настоящие традиционные автогонки, когда было дефиле машин, они ехали через город, и потом гоняли два дня на Поде. И вообще культурная жизнь резко включилась. Ну, как только все разрешили, люди, конечно же, соскучились, и поэтому мы ждем, конечно, в июне, что это не затухнет, а наоборот, событий будет больше. И, может быть, так сложилось, что мы живем в Херцег-Нове, у нас так много событий, но даже так глядя по Черногории, у нас самый событийный город, хоть и не самый большой. Будванцы, налетайте в комментарии и докажите, что это не так. Расскажите, что у вас в Будве все вообще совсем по-другому, и каждый день все что-то происходит интересное. Еще хочу сказать, что у нас в Херцег-Нове проходил, у нас нет ролика, но проходил гуманитарный базар. Там выступали танцевальные студии, например. И, в общем, при любом удобном случае устраиваются какие-то вечеринки, мероприятия. Люди очень устали находиться в каком-то заточении, всем хочется быть вместе, что-то делать вместе, веселиться и проводить время на свежем воздухе под музыку. Это все разное закончилось или еще что-то будет про разное? Про разное все. На этом разное закончилось и закончился наш выпуск новостей. Как и всегда, еще раз хочу вам напомнить, что если мы что-то не рассказали, это не потому, что мы о чем-то не знаем, а потому, что мы, наверное, не сочли это важным отнимать ваше время. Но, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы их можете задать в комментариях к этому видео, и мы всегда отвечаем на все комментарии, которые были там заданы. Ну, тем более, если мы знаем, мы делимся с какими-то достоверными данными. Если мы чего-то не знаем, мы об этом честно говорим. На этом наш выпуск заканчивается, и мы надеемся, что следующий, то есть по итогам июня, будет более насыщен разным событием, чем какими-то неприятными экономическими или политическими новостями. Ну, и плюс, надеемся, конечно, что все вот эти ограничения и прочие вещи, связанные с короной, тоже ослабнут и будет намного комфортнее нам здесь жить. А вы можете приезжать сложными путями, но, тем не менее, приезжать в Черногорию здесь хорошо. Здесь сейчас, правда, стало хорошо, в том смысле, что еще не супер жарко, но лето уже такое приятное и комфортное. Птички поют, море красивое. Купаться можно уже вовсю, и, в общем, классно. Места на пляжах есть. Будьте здоровы, до следующих встреч. Спасибо эксперту по всем вопросам Ирине. Увидимся в следующих сериях. Пока. Ну, скажи пока. Пока. В следующих сериях я расскажу вам побольше, если не разрешат. Ирине. Продолжение следует...